В прошлой серии «Бедный Настя». Аня, спокойно, спокойно. Я здесь. Андреевич! Он твой хозяин, а вы сейчас с ним. В натянутых отношениях я боюсь, что он не захочет освободить тебя. Я рад поздравить вас с новой родственницей. Ты этого не сделаешь. А чего же нет? Я не позволю. Чем же я, недостойный слуга, привлек ваше внимание? Тем и привлекли, что недостойно. Я хочу, чтобы ты здесь и сейчас, глядя мне в глаза, сказал, кого ты выбираешь? Я или Татьяна? А в конце концов, смелого пуля боится. Не уезжай. Не надо. Я не хочу. Ох, батюшка. На Мене ездила в зимний на бал. Ой, ну такая скука. Князь Крышкин, графа Крушкина, на дуэль вызвал. За меня драться будут. Ой, такие дураки оба. Ни один, ни другой мне даром не нужны. Совсем спятила. Что задумала Поля? Была Поля, а теперь Анастасия и Тоня для всех. Для вас, Карл Модестович, сударыня, княжна, госпожа долгорукая. Да знаю уж. Вот ведь какую чепуху себе в башку вбил. Да как ты смеешь со мной в таком Тоне разговаривать? Да вообще, что ты здесь делаешь? Насколько я знаю, вы больше не служите у Курфа. Вот, Варьку зашел повидать. Ой, господи, господи. Ну, заодно и вас, княжна. Теперь будем видаться в поместье Долгоруких. То есть как? Да-да. Я переезжаю в поместье к своему батюшке. И вы будете мне служить. Ну, что ж ты молчишь? Выбирай. Я, Татьяна. Наташа, ты прекрасно знаешь, что я отвечу. Мы говорили об этом уже много раз. Твои поступки противоречат словам. По-твоему, я не должен был искать ее? Послушай, как ты думаешь, зачем она отправилась одна в лес? Не для того лишь, чтобы ты помчался спасать ее? Наташа, что с тобой? Ее чуть не разорвал медведь. По-твоему, такое можно подстроить? Значит, медведь не успел разорвать ее. Ты подоспел вовремя. Наташенька, пойми, причина всех ее страданий и несчастья – это я. Ты жалеешь ее? Жалею. А в народе говорят, от жалости до любви один шаг. А еще говорят, от любви до ненависти. Тоже. Послушай, хватит уже мучить меня. Себя, Татьяну, Никиту, сделай выбор. Ты хочешь, чтобы я выбор сделал? Хочешь, чтобы я сделал выбор? Хорошо. Я сделаю. Ступай в гостиную. Я сейчас. Ну и что ты собираешься делать? Освободишь Полину или пойдешь навстречу княгине? Пойду и навстречу. Ты шутишь. Да я в восторге от мысли, что Полина наконец перестанет нас допекать. Пусть отправляется к Марии Алексеевне. Глядишь, княгиня действительно с ума сойдет. От ужаса. Что ей такое счастье привалило? Господи. Господи, Владимир, как же я... Как же я раньше об этом не подумала. Мне кажется, у нас есть выход. Лучше побега. Ты передумала выходить за меня? Да нет, что ты. Вовсе нет. Я просто подумала. Ну, зачем бежать, если можно все сделать совершенно иначе. Владимир, только ты один можешь остановить эту вражду с долгорукими. Я ничего не понимаю. Я думаю, нужно пойти к князю и попросить его отказаться от дуэли взамен на свободу Полины. Ой, хоть картину пиши. Лиза Долгорукая за чтением газет. Что-то никак не могу разобраться. В чем причинах войны на Кавказе? Тебя теперь интересует политика. А все, что касается Кавказа. Да на Кавказе все то же, что и у нас. Только горы вместо холмов. Бурные реки вместо тихих. Чуреки вместо блинов. И виноград вместо крыжовник. И черноуки, и джигиты вместо ясноглазых поручиков. И все же, почему ты заинтересовалась Кавказом? Наверное, мне придется там жить. Мне не жаль, что огонь, сокипевший в крови, Мое сердце сжигал и томил. Но мне жаль, что когда-то я жил без любви. Но мне жаль, что я мало любви. Я все-таки тебя люблю, душа моя. При имени твоем ты печет. Печаль по-прежнему сжимает руть мою. Я за тебя, создателя, молю. Я за тебя, создателя, молю. Я за тебя, создателя, молю. Я твоя будущая хозяйка. И требую, чтобы ты отправился к месту службы. Нечего по соседям шляться. Смею напомнить. Княжна. Мы были близкими друзьями. Ты был мне другом? Дай-ка припомнить. Ах, ну да, да, конечно. Должно быть, именно из большой дружбы ты меня в конюшни выборол. У друзей случаются ссоры. А вольную мою, ты тоже по дружбе разорвал? Страх, как не хотелось расставаться. А что ты наговорил моей мачехе, княгине Долгорукой? Что? Ну что, что? Ты сказал, что я никчемная работница, лентяйка и потаскуха. Но ведь это правда. Ой, идите, разбирайтесь в другое место. Надоели ведь оба. Пошла я не по чину дворянке с голодранцем лясы точить. Варь, это что, свадебный пирог? А чья свадьба? Не наша с тобой, Карл Модестович. Ох, а жаль. А кто женится-то? Кому ухода пришла, тот и женится. Ты ступай к Долгоруким и там чини допрос. Как скажешь, Варя. Да ну ладно тебе, ладно. У Никитки с Танюшкой свадьба. Хорошо. Хорошо. Пойду домой. Страшно подумать к новой хозяйке. Ой, я не знаю. К Полине Бифровой. Повезло тебе, Модестович. Ой, повезло. Ой, не говори, Варька. Ну ладно, посмотрим. Посмотрим. Моя невеста просила меня прояснить ситуацию. Таня, ты согрелась? Да, спасибо, барышня. Я хочу сказать, что... Таня, тебе дали меда, чая, малины. Со мной все хорошо. Тебе нужно поперечься. Речь идет о решении, которое я должен был принять уже давно. Но все откладывал. Никита, ты приступил уже к обязанностям управляющего? Наташа, именно об этом я и хотел поговорить. Бывший управляющий Корфа теперь живет у нас. Так что комната, которую он занимал в поместье барона, свободна. Никита, я думаю, будет лучше, если ты переселишься туда. Конечно, с Татьяной. Если она не против. Я не против. Так будет лучше для всех. Хорошо, Андрей Петрович, мы переедем. И мы постараемся это сделать прямо сегодня. Пойдем, Никита. Пойду, помогу Тане вещи собрать. Ну, ты видишь, я сделал свой выбор. Князю нужна вольная для Полины. Я, разумеется, ее дам. Княгиня будет мне за это мстить. Все начнется заново. А ты не пиши вольной для Полины. Оставить дочь Долгорукова у себя крепостной? Нет. Просто когда князь просит о вольной для Полины, ты скажи, что Полина будет свободна в ту самую секунду, как он откажется от дуэли. Хитро. Владимир, сейчас все зависит только от тебя, слышишь? Только от тебя. И наше будущее тоже. Ты права. И опять же, нам только на руку, если у княгини появится еще одна проблема в лице Полины. Угу. Я очень прошу тебя, не нужно мстить княгине, не уподобляйся ей. Зачем нам новые беды? Со старыми бы управиться. Угу. Немедленно отправлять к Долгоруким и поговорю с князем. И если он примет твое предложение, мы сразу же поженимся. Никуда не уезжая. Господи, какая же ты умная, умная. Что бы я без тебя делал? А в этом доме кто-нибудь следит за порядком? Уверяю, Марья Алексеевна, теперь вокруг вас всегда будет чистота, порядок и свежие цветы. Недаром же я стал вашим управляющим. Надеюсь, дело не ограничится одними уверениями. Ни в коей мере. Ни в коей мере. Княгиня, я хотел попросить у вас ключи от кладовой и переходно-расходную книгу. Карл Модестович, это ведь вы сказали нам с Петром о том, что Лиза провела ночь у Корфа. Ну да. Зачем? Правда должна торжествовать. Да бросьте хитрить. Хотели как-нибудь навредить Корфу? Вы же не меньше моего его ненавидите. Не вижу резона отпираться. Ненавижу. Владимир Иванович уволил меня без всякой причины, хотя я выполнял волю государя. Нет ничего удивительного в том, что у меня есть на него маленький, но очень острый зуб. корфа. Ну так вот. Почему бы нам не объединиться, так мы быстрее его уничтожим? Согласен. Вы жили в поместье у Корфа. Знаете, вероятно, какие-то его секреты? Но я не был его поверенным. Да и во сне барон не разговаривал. Ну уж наверняка знаете что-нибудь полезное-то. Мария Алексеевна, поверьте мне, если бы я знал хоть что-нибудь эдакое, я бы давно его уничтожил. Так найдите что-нибудь эдакое. Не может быть, чтобы у молодого Корфа не было грешка, за который нельзя было бы зацепиться. Да, вы хотели расходную книгу. Да-с, боюсь, свадьба Татьяны повлечет расходы. Какая свадьба? Какой Татьяны? Вашей Татьяны. Когда же свадьба? Пирог уже печется, думаю, не сегодня-завтра. А почему же я об этом ничего не знаю? Признаюсь, я узнал только что. От кого? От Варвары, кухарки Корфа. Поезжайте туда немедленно и разузнайте-ка точно, кто на ком действительно женится. Жду вас с новостями. Но... Немедленно. Они что-то затевают, и я хочу знать, что. Понял. Понял. Лиза, я и сама не против сбежать от родителей. Ну, не на Кавказ же. Родители здесь ни при чем. А кто при чем? Уж не думаешь ли ты, что новая сестра заменит мне тебя? Ну, что ты? Нас друг друга никто не заменит. Ну, тогда останься. Михаила восстановили в Чине. Замечательно. И отправляют на Кавказ. И ты твердо решила ехать с ним? Да. А не от замужества или с Корфом ты бежишь? Сначала я тоже об этом думала, но в последнее время меня очень беспокоит здоровье отца. Он совсем плохо. ему нужно поговорить с доктором Штерном. Я пыталась заставить его послушать доктора. И он отказался? Наотрез. Он совсем обезумел. Знаешь, тяжелее всего мне тебя здесь оставлять. Терпеть все эти неистовства отца, безумия матери и метания Андрея. Тогда останься. Нет, я должна быть рядом с Мишей. Но ведь он вернется. Ой, не знаю. Типун тебе на язык, Лиза. Знаешь, сначала я твердо верила, что Миша вернется с Кавказа и мы с ним поженимся. А теперь я боюсь, что это может быть не так. Ваше высочество? Наталья, какая чудная встреча. Благодарю, я тоже рада вас видеть. Вы решили прогуляться? Угу. Можно присоединиться? Почту за честь. Я прервал ваше размышление? Пустяки, ничего серьезного. А я думал, вы вынашиваете очередной план по спасению Михаила? Неужели Михаилу опять угрожает опасность? Наталья, вы можете им гордиться. Многие люди при слове Кавказ впадают в панику. Простите, я не поняла. А разве вы не знаете? Император восстановил Михаила в чине и отправляет на Кавказ. Боже мой, на Кавказ? А можно вместо Михаила на Кавказ отправить князя Андрея Долгорукого? Вы пришли обсудить условия дуэли. Здравствуйте, Петр Михайлович. не совсем. Петр Михайлович, мне только что стало известно, и эта новость поразила меня, мне стало известно, что Полина ваша дочь. Да, но сейчас я не хотел бы говорить об этом. Вы выбрали оружие. Петр Михайлович, знаете, о чем я подумал? видел бы сейчас нас с вами мой отец. Вы и я маменька Анна. Он всех нас так любил. Помните, по субботам мы приезжали к вам на конюшни, и вы с отцом учили мне держаться в седле. Все праздники мы проводили вместе. Я знал ваших детей, скоп и себя помню. Андрей мне как брат Лизы, с Соней как сестры. Как могло так случиться, что все это вдруг забылось? Былово не вернуть. Да. Но в наших силах остановить череду несчастья в настоящем. И если наши с вами отношения невозможно исправить, то хотя бы ради памяти отца мы могли бы постараться. Иван Иванович был хороший человек. Если бы он был жив, я уверен, он хотел бы видеть нас всех счастливыми. И он бы от души порадовался, что вы после стольких лет нашли наконец потерянную дочь. Да. Петр Михайлович, ради памяти отца я принял решение дать Полине вольную. Но взамен я прошу вас отменить дуэль. поймите, дуэль может лишить Полину отца, которого она только что обрела. Владимир, я не думаю, что... Петр Михайлович, ради памяти отца, ради Полины, я прошу вас, подумайте, не отвечайте сейчас. Подумайте. Подумайте. выпускаем, здравствуйте анна добрый день михаил я не нашел владимира он поехал князю долго рукому вы раздумали бежать просто хотим сделать все возможное чтобы избежать этого чего избежать владимир хочет убедить князя отказаться от дуэль он решил первым сделать шаг примирению вы волшебница она это не мое решение но оно было принято под вашим влиянием ну что вы никто не может повлиять на владимира но если князь будет настаивать на дуэли тогда тогда придется бежать похоже вам не очень нравится эта затея не нравится я так хочу чтобы мы с владимиром наконец смогли пожениться и так слишком много пережили понимаю я давно подозревал что владимир влюблен у вас но как только я начинал заговаривать об этом он все отрицал миша я очень рада что мы наконец все обрели счастье если князь долго руки откажется от дуэли то нам больше нечего будет желать для вас с владимиром это верно а вот наши с лизой мытарство боюсь только начинаются бог в помощь гриша спасибо карл модесточ что приехал кто-то нет стало быть уезжает посторонитесь маленько ты мне не ответил отойдите карл модесточ добром прошу вы теперь тут не управляющий и отчитываться я перед вами не собираюсь да что ж ты сердишься чудак человек есть я подсобить хочу давай шли бы вы отсюда карл модесточ со своей подмогой вы чего приходили то а это не твоего ума дело гриша лиза прошу тебя не спеши все еще может измениться его величество изменит свое решение михаил не поедет на кавказ нет но перемены бывают так стремительны еще совсем недавно ты считала себя пропавшей анастасии а теперь все знают что анастасия это крепостная корфа полина напоминаю меня не знаю эту полину сколько она крови они выпил да она не добрая это точно неужели нам придется жить с ней да ну маменька и мигом при струнет наверно нам не надо плохо говорить о ней а если она этого заслуживает она же наша сестра этому веришь а как же а ты что нет не знаю раз папенька сказала значит это правда папенька наш столько лет маме кузана сводил лиза молчу молчу ну не смотри на меня с таким укором ну какой резон ему лгать нам правда никакого заболталась я с тобой лиза обещай мне что ты хорошенько подумаешь прежде чем решишь бежать тебе на кавказ или нет я уже подумала не могу я потерять его сонечка лиза помолись бог поможет тебе а что сколько людей ему молятся может меня-то и не услышит услышит лиза ну на бога надейся да сам не положай что-то еще задумала задумал натали вы хотите чтобы ваш жених уехал почему я думал у вас все наладилось если бы вас терзают какие-то сомнения я не могу отделаться от мысли что сердце его принадлежит крепостной который ждет от него ребенка все мы знаем что такое страсть у всех у нас были романы наверное стоит поверить что теперь ему нужны только вы но сердце мне подсказывает другое она говорит что он любит татьяну а жениться его на меня заставляет княжеский титул натали наверное вы просто ревнуете возможно но я и в силах больше терпеть эту муку думаю если вы захотите вы сможете прожить с андреем долгую счастливую жизнь спасибо вам ваше высочество вы настоящий друг натали друг и только давайте не будем об этом сейчас а чего же вы действительно не хотите говорить о нас или в тайне желаете но боитесь в этом признаться ваше высочество я выйду замуж за андрея и мы проживем с ним долгую счастливую жизнь как вы и сказали так что как видите это неизбежно я отправляюсь на кавказ служить отечеству когда завтра утром когда же вы вернетесь неизвестно конечно служба меня не страшит но так не хочется расставаться со всеми особенно с лизой я сейчас тяжело знаю сколько же часов уходят на бесконечные споры обиды взаимные упреки я тоже об этом подумала только в мы понимаем насколько бессмысленны ссоры поначалу лиза казалась мне невыносимой прямой несговорчивый бесшабашный теперь я не представляю как с ней расстаться на лиза очень хорошая девушка мы дружили с ней в детстве а где она сейчас дома миша поверьте я очень рада видеть вас но вы должны сейчас находиться рядом с ней вы права анна пожелайте ей от меня мужества силы стойкости впрочем ей всего этого не занимать благодарю вас анна и берегите себя миша мы будем молиться за вас ну заждалась карл модестович разузнал что нибудь интересные настают времена мария алексеевна говори покороче вам уже известно что ваша пальчерица вот-вот собирается перебраться к вам поместье к невидаль расправимся с корфом так и ей не поздоровится но она дочь вашего мужа и крепостной девки она не стоит наших с тобой разговоров говори чья там свадьба намечается да 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 по-видимому свадебный пирог приготовлен для корфа и анны платоновой корф женится он что забыл о предстоящей дуэли похоже предстоящая дуэль совсем не входит в его планы не говори загадками я думаю корф и анна собираются бежать бежать что как бежать я сам видел как григорий тайно относил в карету их вещи какая там дуэль мая алексеевна по-видимому барон стал совсем иначе относиться к своей жизни ну раз он собирается жениться барон корф собирается бежать из под венца с лизой под венец анной так что ли простите мая алексеевна но я думал что вы всячески противитесь навязчивой идее князя петра выдать лизавету петровну за барона корфа да я и сейчас против но сбегать от моей дочери не понял так вы хотите этого брака да конечно не хочу но моя дочь елизавета долгорукая и какой то немецкий баронишка сбегает из под венца от русской княжны елизаветы долгорукой извините княгиня немецкий народ я не о немецком народе говорю я о корфе он опять нас оскорбляет ну могли бы уже привыкнуть нет уж на этот раз он у меня за все ответит бежать надумал посмотрим кто кого обгонит бежать надумал бежать надумал как дизайн и Я заждался тебя. Я заждался тебя. Я заждался тебя. Я заждался тебя. Я подумала... Ну, что? Что я третий лишний. У тебя очень богатая фантазия. Это не фантазия. Мне всегда хотелось уйти, когда я видела вас с Татьяной вместе. Пусть все это останется в прошлом. Мы только что пили за будущее. Да, в прошлом. Это ведь больше не повторится. Никогда. Мы всегда будем вместе. Мы будем счастливы. Мне никто не нужен, кроме тебя. Музыка. 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 Владимир, как ты съездил? Князь взял время на размышления. А как он отнесся к твоему предложению? По крайней мере, оно не оставило его равнодушным. Думаешь, он согласится отменить дуэль? Думаю, да. Дай бог. Тогда нам не придется никуда бежать. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Мы поженимся. Пригласим на свадьбу всех наших друзей. И в довершении всего избавимся от Полины. Не волнуйся. Корф приходил? Корф, да. О чем вы договорились? Ты знаешь, Маша, этот мальчишка оказался мудрее, чем я. Он мне помог по-новому посмотреть на происходящее. И что наговорил тебе этот Проныра? Ты несправедлива к нему. И все же? Он пришел с просьбой отменить дуэль. Корф не хочет драться? Он убедил меня, что надо остановить вражду. Петя. Петя. Ну, в тебе простодушие. Сколько в нем хитрости. Он просто хочет выставить тебя трусом. Маша, ну, ты просто не хочешь видеть в людях хорошие. У меня иногда создается такое впечатление, что ты ищешь просто недостатки. Только. Я знаю, что я говорю. Я не хочу, чтобы все ходили и показывали на тебя пальцем. Вот идет князь Петр Долгорукий, трус. Абсурд. Ты не знаешь всего. Он хотел сбежать с Анной Платоновой. Маша, ну, что за нелепость? Мне это доподлинно известно. Он хотел сбежать, чтобы не жениться на Лизе. Но зачем бы он тогда приходил ко мне с этим предложением отменить дуэль? Чистеньким хотел остаться. Если бы он сбежал до дуэли, трусом считали бы его. Маша, я тебе не верю. Ну, верь мерзавцу, который обесчестил твою дочь. Я знаю Владимира с детства. Он чистолюбив, непредсказуем, но он никогда, никогда не пойдет на подлость. Угу. Каков отец, таков и сын. А отец был редкостный негодяй. Маша, не говори плохо об Иване. Это я втянул его в эту историю. И с меня спрос. Куда ты? Корфу, если я узнаю, что ты обманула, ты горько пожалеешь, Мария Алексеевна. Ивана. Субтитры создавал DimaTorzok